Всем привет! И сегодня я решил сделать обзор на такой танк, как ОИ. Ну, довольно-таки прекрасный танк. И для начала я бы хотел вам представить мнение Гитера по данному танку. Всем привет! Я хочу рассказать вам о замечательном японском танке 6 уровня. ОИ, ОИ, это минимал своего уровня. Он обладает великолепной бронёй, а также он имеет на выбор два орудия. Ранострелка с уровнем выше тракта и раномёта, как у Клодьба. То все эти преимущества ОИ расплатился в манёвренности. Так, ну вот, судя по тому, что нам рассказал мой друг Гитер, Танк ОИ очень медлительный, но обладает довольно хорошим разовым уроном. И, да, как выразился мой друг, тут стоит бревномёт. Разовый урон у фугасницы бронебойным будет под 750, а фугасом 900. Ну, у бронебойных пробитие 135, поэтому лучше поиграть на бронебойках, чтобы уж точно пробить. Фугасы по большей части нужны, если уж мы точно уверены, что на фугасах снаряд зайдёт. Попали мы на карту Уэстфилд. Обычно будет. И попытаемся проехать через холмики. Опять-таки же, тут можно посетовать на скорость танка. Уэстфилд. Ау. Командир контурен, видимо, смешно. И вот давайте доберём Экстрит. Вот. Конечно же, ОИ в Москву мы бы вряд ли пробили с такого расстояния, но... ОИ экспериментал... Дораспилд. Так. Но нужно сменить на ракурс. Поскольку если нас пробьёт ОИ из команды противника, то нам точно будет больно. Он тоже с фугаской. И... Бля. Выстрел в неизвестность. Выстрел в неизвестность всегда. Не всегда может привести до добра. Обзор, конечно, у танка тоже плохой, но он всё-таки тяжёлый. И... О! Нет, я не попал. О! Там кто-то решил... Чтобы не пострелять из литра. Так. Надеюсь... Вот она. Вот, скорее всего, кажется, вещь, который сейчас откроется в авангар. Ау. Вот теперь начали пробивать. Нет. Такие довольные. Неприятно. Хм. Так. Надо развернуться и съездить в нижний город. Сколько, судя по всему, там у нас возникли проблемы. Так. Аккуратно. Так. Аккуратно. очень большая перезарядка. Да. Всё-таки у меня, к сожалению, слетела запись. Но, к этому моменту, на 100 токен, ну, мы смогли продавить город. Так. И осталось там всего четыре противника. Так. Сейчас. Уже три. Два. И один противник. Ну. Что ж, этот танк довольно-таки прекрасный. Он просто великолепно дамажит. Но, к сожалению, скорость. Он будет просто любимцем арты. Аккуратно. Если вот попасть на какие-то городские карты, этот танк будет просто незаменим. В бою. Также для укрепрайонов он тоже прекрасно подходит. Ну. Всё. Судя по всему, тут добирать-то уже нечего. Остался последний противник Шкода. Вот, к примеру, если что-то везёт, то Шкода может нас пробить. Особенно не заморачиваясь, куда стрелять. Ну, хотя она очень далеко, и мы, скорее всего, успеем захватить базу. Быстрее, чем она приедет на её сбитие. Ну вот, как-то... Какой-то такой бой получился. К сожалению, запись светела, но... По большей части в это время слетевшей записи я молчал. Поскольку... Основную часть рассказал вам Гиттер. И также... Мнение Гиттер будет присутствовать во многих обзорах танков. Также, в ближайшее время, скорее всего, Гиттер тоже сделает свой канал. Как только он слелает, я сразу вам сообщу об этом. И... Оставлю ссылку. Ну, а на данный момент всё. Спасибо за просмотр. С вами был Стритмен. И... Гиттер. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok